Всем привет! Вы на канале Сестрите в теле от Света. А мне зовут Кристина. Мы две сестры. Мы вместе ведем блог по похудению. И сегодня мы готовим овсяно-блин с вкусной начинкой, которой Света можно. И мне можно и Светлане. Она будет такая, там и белки, и жиры, и углеводы. Вот так у нас будет это. Можно употреблять как завтрак, так же и обед. И мы сейчас ставим наши ингредиенты. Для овсяно-блина нам понадобится 2 столовые ложки овсянки, 1 яйцо и 1 столовая ложка сметаны. А для начинки мы будем использовать болгарский перец, лист салата, творог 5% по пол пачки, авокадо, жареный шампиньон и помидор. Девочки, я сейчас буду нарезать начинку. А я делаю смесь для овсяно-блина. Начинка разобью яйцо. А я буду полукольцами резать болгарский перец. И как всегда, наши любимые вопросы. Сейчас будет очень важный вопрос. Пишет нам Роза. Дорогие сестрички, позвольте маленькую оговорочку. Когда вы говорите 2 грамма углеводов на 1 килограмм тела, то подразумевает не ваш актуальный вес, а рост минус 100. Ну вот если это метр 76, минус 100, значит 76, умноженное на 2 грамма. Да. Вот 2 грамма углеводов на 1 килограмм полученного результата. Просто можете, ну вот не все это знают. Потому что я вешу 120 килограмм. Ну вы представляете себе, мне можно было бы съедать 200 грамм углеводов. И столько же белков. Мой рост 162 сантиметра, вес 120. Мне можно 124 грамм углеводов. И столько же белков. Хорошо, чтобы починили. Да. Также вот это углеводов. И у тебя можно, значит, 100 с чем-то граммов белка. Белка. Да, потому что там на 1,5, да, грамма? Да, 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 1,5. Вот. Углеводов 2, а белка 1,5. Мы как раз на эту тему хотели поговорить, Света. Что ты хотела сказать про белок? Ой, я отмеряю же в этом приложении уже третий день. Мне не хватает все равно белка. Чем я уже только не добивала? И творогом, и курицей, и что еще? А, яйца. Все равно не хватает. Давно ему белка, получается, вот до этой высоты. Вот. Чем бы его добить, девочки? Как вы думаете? Спортивное питание пойти купить? Или, может, детское питание? Мы как-то... Я слышала, что там тоже куча белка. Детское питание, боюсь, не калорийное или? Дети хорошо, так толстеют на нем. Так потому что оно состоит из белка практически. А спортивное, может, оно какое-то безжиренное, низкое, калорийное. Что-то оно стешится. Я смотрела тренера, которого ты любишь. Он тренировал-то вот это взвышенные люди. Такой мужчина, где-нибудь такой хороший качок, он такой культурный. У него целый канал кожи есть. И вот он сказал, что детское питание – это настоящий протеин, белок. Что можно запросто, как бы, что это можно заменять. Детским питанием, да? Ну, надо почитать, понимать. Да, надо будет почитать, как добивать белок этим детским питанием. А то получается не сушка какая-то, а просто диета. Не хватает у него стабилка. Сметана тоже у нас 20%. Да, 20%. Мне так больше нравится. Такой гусенький получается. А все на блин. Смесь. Так, следующий у нас вопрос. Золушка напишет. Девочки, а у вас есть велосипеды? Тоже классно для тренировки. Да, классно. Ну, были. За всю жизнь были. Да, были велосипедов. Ну, я особо не умею кататься. Я так, удержаться могу, но куда-то на дальнюю дистанцию поехать не умею кататься. Да ты что, ты же хорошо раньше каталась. Ну, слово раньше. Я уже не помню, когда мне кататься. А ты же хотелось взять на прокатывалосипеды и погнать куда-нибудь? Ну, по местности, да. Да, вот если куда-то там в другой город ехать, то нет. Так тебя же спрашивают, просто по городу есть. Ну, можно как-то арендовать, да, поехать. А в другой город куда-то? На марафон собралась, что ли? Просто... На отдых. Приглашали на отдых на велосипедный. Я сказала, что я не умею кататься. Ну, это же далеко ехать. Я не умею далеко. В Батайасе? Нет, я так-то боюсь. Да. Это как бы... Это уже спорт получается, не шибко отдых. Это так же, как в поход люди собираются, когда идти. Нет, поход я люблю, даже далеко, если там прям на неделю ходить. Ну да, но ходьбу я люблю. А вот... Так, мы сейчас будем делать блинчики жарить, а потом мы покажем, что получится. Девочки, вот у нас уже получилось два блинчика. На сухой сковородке делали? Так они выглядят. Сильно мы не старались. Что получается? Они получаются такие воздушные. Нет, они тяжелые воздушные. Из-за сметанки, девочки. Мне очень нравится сметану с сельцом сочетание. У нас такой вопросик. Теперь мы будем делать начинку. Для авокадо покапать. Да. Люся спрашивает. Скажите, зачем пьют льняное масло? Может, мне тоже нужно? Да, там омега-3, оно всем нужно. Почитайте, какие компоненты полезны в этом льняном масле. Омега-3, омега-6, омега-9. Ой, там много, да. Да, много других разных для кожи, волос, витаминов. А также, если вы жиры не добираете, может, люди, бывает, из-за этого пьют. И если у них запоры, бывает, пьют на голодный желудок. Разное, различное масло. Ну, тот, какой считает нужным каждая. А теперь будет еще два вопросика таких личных. Добрый день, Валентина пишет. Девочки, может, вы уже рассказывали, откуда вы родом? Мы родом с Урала. С Нижнего Тагила. Кристина, в Азбесте родилась? Просто мама из Азбеста. Папа из Нижнего Тагила. Они познакомились в Ежем Тагиле, когда мама училась. Ну, вот мы там прожили до... Мне было 15 лет, все где-то 13. Мы оттуда уехали в это время. А остальное время мы уже жили в Краснодарском крае, в Семьи Семенградской, два года. Потом уехали с Семьи этого часа в Ростов. Много прожили в Ростове. Потом уехали сюда. Есть. Вот такая наша история жизни. Если кто-то хочет подробно посмотреть вместе с фотографиями, у нас есть такое видео, где мы там с фотоальбомами на Априле стоим. Там все подробно рассказывается поэтапно вся наша жизнь. И еще у нас следующий вопрос задает Татьяна. Классные и удачные покупки. А Папулька просто у вас модель. Спасибо. Он, кстати, когда был молодой, он работал фотографом и заодно еще подрабатывал моделью. Настоящему мужским показывал одежду, пальто, брюки. Да, он не подрабатывал. Он работал на ставку прямо на фотомодели. Да, он у него был... Это сейчас он немножечко уже сутулился. У него рост метра восемьдесят был. Он же занимался раньше боксом. И у него была идеальная фигура мужская. И его... Ну, стандартная. И как раз, когда шили вот эти вот всякие пальто и пиджаки, как бы она считалась мужская, обычно стандартная фигура. И его, когда он пришел фотографировать, они сказали, о, какой симпатичный мужчина. Это модель. А, его модель взяли. Я не модель, а фотограф. И его взяли в модель. Он какое-то время работал в модели. И фотограф. Да. Девочки, а сейчас будем укладывать начинку. Вначале листик салата, потом помидоры, болгарский перец, авокадо, грибы. И между ними где-то твойок. Кто как захочет. Я сразу на лист салата, вначале положу твойок, а потом уже буду авокадо, помидор и перец. А ты как хочешь. Я так и собиралась сделать. С самого начала. Укладываем все на одну половинку, а потом завернем. Ну, бывает, люди вот так вот все на тарелку накидают, как хотят. А я вот накидаю и не буду кивать. Да? Угу. Ну и пока Светлана сейчас украшает свою тарелочку, я успею еще на один вопросик прочитать вам. И мы ответим. Маша пишет. Я после первых родов худела по системе один день белковый, один день углеводный. То есть чередований. Даже два раза в неделю разрешалось съедать по 40 грамм шоколада. Анна Куркурина тоже говорила о результативности таких чередований. Я сегодняшнего дня тоже с вами, но на интервале голодания не так проще. Супер масло. Вот девочки, напишите, пожалуйста, мне очень тоже интересно вот это питание, чередование. У кого получается хорошо худеть? Ну, просто интересно. Вот один день белки, или как там, да? Один белковый день, один углеводный. И как, с чем его можно есть? Я как-то еще не изучала в интернете, но, может, у кого-то получилось намного похудеть на таком питании. Ну-ка, я сейчас три быт добавлю. Я так понимаю, только белок есть, можно есть в один день. На такой день только углеводы. Потом белок, потом только углеводы. А белок-то с чем? Да ни с чем, просто один белок. Допустим, ем только курицу. А клетчатку, когда есть? Ну, они так пишут, я так поняла, что только белок, без клетчатки. Нет, они же так постоянно питаются, чередованием занимаются. Постоянно? Постоянно система питания, да. А, месяц, да? Там идет. Пол жизни на чередование. А, нет, клетчатка тогда должна быть. Вот посмотрите, какая у меня гора получилась. Ну, какой питательный завтра. Ну, да. Ну, правда, это у нас уже обед. Ну, обед, ужин, неважно, питательный. Вот, девочки, ничего мы специально не готовили, все онлайн. Что получилось? Как раз, авокадо у меня. У меня тут не выпало ничего. Какая аппетитная тарелка. Ничего себе у тебя тут гора. Ну, у меня такая же просто. У тебя не меньше гора. Ну, как такое? Вот такой еду можно не наесть. Я все же следую. И вот, девочки, я почему делаю все время овся на блин с разными начинками, здесь получается в среднем. Я даже тогда, помните, сладкие делала овся на блин и смешала куча фруктов. У меня получилось 400 килокалорий вместе со всяно-блином. А с мясом даже меньше. Так что здесь где-то будет 400 килокалорий. Ну, если точно посчитать, может, 450. Ну, 500 это максимум. Поэтому кушайте с удовольствием такие блинчики. Вам они тоже понравятся. Ну, попробуйте, вот именно раз. Сам блин очень вкусный. Добавила грибочек. Ты, главное, овся на блин почерпнула? Конечно. Все тебе надо контролировать. Мне интересно, тебе понравился блин? Вот, блинчик и авокадо. Мне теперь не нравится даже помидор размалывать мелко саму овсянку. Очень вкусно получается. Мне больше всего понравился рецепт вот так со сметаной. Попробуйте. Ничего не прилипает. Даже на сухой сковородке. На медленном огне все шикарно. Девочки, очень советуем. Все вкусно. Приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...